Всех приветствую на канале, канал о питании, здоровом образе жизни. Итак, сегодня хотел бы рассказать о вреде витаминов, синтетических добавок. Многие люди, они слишком доверяют медикам и слишком доверяют нашей фармацевтической компании. Поскольку я бывший врач, хирург и я сам прошел эту школу, так что без привлечения буду говорить. И также я много делал себе экспериментов различных, в том числе и менял питание, и различные пробовал режимы дня и ночи, и воды вообще не пил там несколько месяцев, и несколько лет даже, да, и на разных типах питания был, и нагружался по три часа в день, и спортом занимался, и медитировал, что я только не делал, и жил как обычный человек. Поэтому сегодня я уже могу много, что вам рассказать интересного. Первое. Человеческий организм сам может очиститься от всего. Второе. При смене питания, при добавлении в пищу натуральных веществ, кто питается мясом, мясо натуральное, яйца натуральные, рыба натуральная, дикая, зелень, фрукты, овощи, крупы, никакой химии. В рационе питания. И тогда организм постепенно сам начинает восстанавливаться. Когда мы добавляем искусственные различные присадки, организм зачастую не понимает, что с ними нужно делать. И это однокомпонентные какие-то вещества. То есть, когда мы потребляем зелень, там есть структура витаминов, минералов, допустим, белков. И вот это все в сумме, оно легче усваивается организмом человека. Когда что-то выдергивается, там витамин Е1, там провитамин Д, например, какие-то другие витамины. Или когда в комплекс эти все витамины поступают в организм, они не всегда идеально усваиваются. Они зачастую могут быть больше вредны, нежели полезны. Многие из вас уже слышали, что ведь фармацевтическая компания или это фармацевтические компании, они не думают о вашем здоровье. Им главное бизнес, им главное заработать денег. А различные транскорпорации и мировое правительство, они просто хотят сокращать население Земли. Поэтому они добавляют определенные компоненты туда, которые даже есть исследования, что даже рак вызывают. Специальные такие соли, такие химические формулы, которые неблагоприятно будут влиять на ваш организм. А в единственном случае, когда можно принимать витамины, это когда на самом деле у человека есть большие проблемы со здоровьем. То есть человек реально себя запустил и вот эти химические витамины, добавки либо в твердом состоянии, либо в жидком состоянии, гелеобразном, они реально больше пользы принесут, чем вреда. Но когда у нас есть руки, ноги, голова на месте, опять же я специально этот канал сделал для того, чтобы вам помогать, чтобы у вас был ориентир. Если что-то непонятно, всегда есть частная консультация, можно обратиться, спросить по питанию. Даже какие-то заболевания есть, с каким-то заболеваниями можно узнавать, как питаться нужно. Всегда есть натуральные компоненты, да, витамины группы В, например, которые содержатся во фруктах, овощах, зелени, да, витамин С, С, так называемые, да, остальные витамины. И все витамины, они нужны организму, человеку, и в основном это растительные компоненты, которые мы должны употреблять. В животной пище больше, конечно, белков, минералов, хотя и достаточное количество и в растительной пище белков и минералов. Та же гречка, допустим, может содержать 20-чем-то грамм белков, особенно если она не вареная, если ее просто замачивать, либо перемалывать в порошок и так далее. То есть, там большое количество белков, есть крупа киноа, где содержится все незаменимые аминокислоты, как бы врачи не пугали нас, вы знаете, это ууууууууу, только лишь в животной пище содержится большое количество минералов и белков. особенно белков нет и незаменимых амингослов есть вот кино или кинва как называют некоторые люди там есть все незаменимые амингослов да это немножко дорого и каждый день смысла ее нет есть обычного человека большинство людей земли в рационе питания должна быть и как и животная пища также и растительная пища то есть допустим там процентов 20 это животная пища остальное все равно должно быть больше растительной пищи пареные жареные печеные тушеные да и естественно стараться использовать только такие основные приправы натуральные не химические какие там не будут называть на камеру их очень много и когда человек понимает что и как надо есть для этого и существует мой канал и видео что с чем сочетать как распределить свой график днем вот когда ну допустим просто приведу пример да витамин c он короткий витамин то есть он в принципе разрушается используется организм довольно таки быстро поэтому есть смысл вы утром используете вечер например выпили там какой-то апельсиновый сок вот и грифруктовый сок зарядились на весь день там а вечером там можно например там выпить например ананасовый сок грубо говоря и поэтому ваш организм поступает там стаканчик утром стаканчик вечером и вот натуральные витамин c попадает в ваш организм а нужны витамины группы b кушать яблоки например железо например гранат иногда надо съесть есть минералы которые могут накапливаться а есть например компоненты которые витамин c они быстро живущие и когда вы чего-то больше едите например там много натрия кто-то любит соленую пищу они вытесняют например кальций из организма то есть антагонисты натрий кальций то есть такие вещи то есть какие-то основные знания когда будете использовать и понимать тогда вы будете знать когда что есть надо где что содержится конечно нужно время потратить на это но если нет времени всегда есть я когда всегда можно проконсультироваться никаких проблем нет вот всегда все в доступе по мере возможности конечно лекции снимать на разные темы чтобы они были вам доступны с разных сторон мы будем подходить к проблемам и опять же возвращаюсь нашим витамином допустим есть вот витамин c который несколько природных цепочек помогло пяти цепочек разветвленных и когда делают а искусственный витамин они могут использовать одну цепочку то есть не полноценный витамин вот естественно организм может конечно его используя если вы заметили после любых витаминов особенно после с красителями особенно даете в туалетом запах такой прям химии конкретный просто поэтому это говорит о том что организм это не воспринимает нормально переработать не может на если он их перерабатывает то естественно нужно часть этих компонентов токсических вывести на оружие и организм получает постоянно токсины шлаки мусор различных нас продуктами в большом количестве когда держит животной пищи термически обработанная очень плохо влияет на организм если вы заметили да то есть поели следы как спать или находится слабость какая-то нормы такое не должно быть и говорит о том что вы неправильно питаетесь человек поел и у него бодрый вид должен быть там подзарядился энергии зачем вообще пищи нужно для того чтобы человек заряжался энергией то есть организм человека на самом деле не понимает что к витамин в этом b12 там витамин d еще что то есть он получает разные виды энергии от яблока один вид энергии там от мяса другой вид энергии от каши 3 энергии от солнца 4 вид энергии ученые уже для простоты понимания просто дали каждому виду энергии какие-то вот это витамин б будет это там минералы такие тысячи для понимания да чтоб полегче было понимать на физическом уровне это выглядит как минералы витамины ферменты различные другие соединения на том плане да то есть этого не видно на самом деле организм получать просто энергии вроде есть все знают что наш организм работает на энергии но объяснить никто не может как вот это все сочетается как-то все строится да и так далее материалисты одно говорят там духовные люди другой говорят но вы сами не делаете свои выводы насколько вы развиты насколько вы ощущаете этот мир пространство хочется вам быть более материалистом ближе к медицине вот у вас такая точка зрения если допустим вы понимаете немножко больше хотите образовываться и вникать в эти все проблемы естественно тогда вы немножко более широко начинаете смотреть на мир да и в природе существует все всякой медицины сам человеческий организм спокойно может восстанавливаться при правильном питании голодание очищение образа жизни в природе все есть но естественно человек каждый год загаживает и внедряет и гима и различные дает препараты химические нам и мы естественно это кушаем и наш организм становится не не может воспроизводить детей не может нормально существовать в пространстве мало энергии он депрессивен агрессивен так далее то есть вот все что делает химическая промышленность и организм конечно же не успевает это все выводить потому что мы очень сильно его грузим эмоционально и через воздух всякие яда проникает в органе через пищу мало спин там много стрессов и так далее все это наслаивается естественно сложно становится многие что давайте мы сейчас витаминчиков добавим и будет гораздо лучше врачи рекомендуют врачи рекомендуют а вот эти вот витаминчики они как раз такие наоборот приводят и многих людей постепенно ищут большим проблемам потрогать это нельзя были даже шведские статьи в журналах медицинских что на самом деле на витамин c приводят к раку и конечно такие статьи не будут попадать на центральные какие-то полосы журналов медицинских тем более в обычную прессу на сайте гиганты фармацевтические они сразу все это замрут как бы да и сразу все это уберут эти статьи естественным это невыгодно поэтому думайте своей головой рекомендую всегда питаться натуральным если есть возможность идти на рынок вы знаете да что здесь витамина c там да здесь витамины витамины группы b томат b1 там и заканчивает там сейчас открыли там нету 16 и так далее куча куча всего питаемся по сезону даже если когда привозят откуда-то зимой фрукты и овощи все равно это нужно есть некоторые боятся там нитрат еще что-то ну вот купите себе метро метр гигрометр там да что там еще есть дозиметр дозиметр и нейтрометр вот и мерите научиться надо правильно как-то мерить нужно правильные приборы купить если боитесь конечно на самом деле животной пищи еще больше всего гадости всяких может быть и противники сторонники разного вида питания не всегда спорят между этим значит мембраны у таблеток там точно красители везде есть всякие добавки стабилизаторы чтобы витамины не портились долго хранились да не теряли влажность свою находились каких-то темных пузырьках бесконечно можно перечислять когда что на самом деле только лишь в экстремальных случаях есть смысл использовать витамины химические старайтесь смотреть все-таки в сторону природы натуральности на самом деле когда человек мало кушал фруктов и овощей нужно время чтобы организм привык потому что если вы начинаете сразу есть у вас кишечник не готов микроорганизмы не готова там метеоризм начинается в туалет ходить потихонечку потихонечку приучайте свой организм к фруктовым овощам соком вот и таким образом он будет адаптироваться и витамины будут попадать в организм когда человек очень много животной пищи ел очень много химической пищи ел а сейчас же в основном везде химия добавляется и вот эта химическая пища она воздействует на ворсинки толстого кишечника и они атрофируются и через них пища должна поступать в организм человека и поскольку там 70 процентов уже волосков атрофированы не вся пища может нормально всосаться через кишечник поэтому вам часто будет не хватать и нужно время чтобы организм перестроился у некоторых пять лет у некоторых три года так что потихонечку потихонечку двигайтесь в этом направлении я думаю что эта тема интересна многие задумываются минимум кто-то может информацию еще где-то начнет искать читать естественные в этой лекции не всю форму создаю да ее дать в одной лекции вообще невозможно буду по мере подхода к каким-то темам до освещать там какие-то витамины больше там элемента микро макроэлемента и у вас будет складываться постепенно представление и так заканчиваю видео лекции всего доброго и увидимся в новых выпусках всем привет